Друзья, моя любимая рубрика «Рассмеши Марьяна Маренкова», самое главное, «Накорми». Шеф-повар в студии «Включайся» Артем Ракецкий, что мы готовим сегодня? Здравствуйте. Доброе. Да, мы сегодня приготовим, наверное, один из самых любимых моих сыров. Да, это сыр «Бурата». И мои. Здорово. И я покажу очень интересное сочетание, такой сезон, сейчас начинается сезон тыквы и облепихи. Очень интересная комбинация. Да, в гастрономии есть такие моменты, когда схожие по цвету продукты очень классно сочетаются между собой. В данном случае два одинаковых по цвету ингредиента, как тыквы и облепиха, мы их соединим и подадим с сыром «Бурата», хрустящим хлебом и прекрасным соусом. И такие очень белорусские продукты. Но облепиха, она какая-то не совсем, она замоченная, да? Нет, это свежемороженую облепиху мы использовали, чтобы максимально, наверное, проще было телезрителям. Также можно пойти на рынок, купить свежую облепиху, сейчас ее в сезон. Поднимаем иммунитет сегодняшним завтраком. Ну что, друзья, поехали, что мы делаем в первую очередь? Так, в первую очередь нам надо нарезать кубиком тыкву. Я, я каждый день это делаю, но не кубиком. Отлично, только небольшим, небольшим кубиком. Тыкву, серьезно? Угу. Надо приготовить так называемый соус из облепихи, да, для этого мы берем облепиху, мед. Угу. Какой больше нарезать? Так, пожалуйста, мед. Мед, мед. И все это дело надо прогреть. Сейчас, по сути, облепиха карамелизируется. Карамелизируется, да. Значит, мы перемешали облепиху с медом, сейчас управляем сразу же ее на плиту. Да. Артем, как нам понять, что облепиха достаточно карамелизировалась, она начнет хрустеть? Достаточно буквально подождать после кипения 3-5 минут, и, в принципе, этого будет достаточно. Сильно карамелизировать нам не надо. И мед же не надо, чтобы закипал. Конечно, конечно. Так, ну, ты, наверное, займись соусом. Для этого надо взбить оливковое масло, бальзамический уксус, сок лимона и немного меда. Совсем чуть-чуть. То есть какое дивное сочетание продуктов. Такой какой-то терпкий наш мед, да, вкусный, сладкий, кисленький, облепиха. Бальзамик у нас прям свежак. Так, ну, в принципе, соус у нас подготовился 2-3 минуты, и нам надо его взбить, да. Теперь продолжаем дальше, да, для этого нам надо разогреть сковородку. Разогреть сковородку. Добавляем тыкву и оливковое масло. Можно чуть-чуть? Конечно. Можно и не чуть-чуть. Обжариваем. Я лью? Да. И семьянчик нам понадобится еще. Так. Так. Много ли масла нам нужно? Пасть. О, шеф-повар. Мы еще будем добавлять сливочное масло. Я прямо отщипну от нашего бонсая. Обязательно. Я вообще заметила, что вы очень любите сливочное масло использовать. Семьян, запомнил. Отлично. Семьян, он же чабрец. Я не то, что люблю, я обожаю, да, потому что это такая французская технология, они все в основном готовят на сливочном масле, и я у себя в ресторане масло добавляю практически везде, потому что оно придает сливочной жирности, что очень вкусно. Я вот не сторонница, но с вами мне нравится это. Здорово. Отлично. Ой, так вкусно. Тимьян вот попал, да, и он прям раскрылся. Если нравится, значит добавляем. Это мой новый дух. Добавляем сливочное масло. Секретный ингредиент. А почему не добавили лимон? Почему лимон? А что куда? В соус. В соус. Половинка целая или немножко? Немного. Вот, вот, вот это. Буквально чайную ложку. И нам надо карамелизовать немного тыкву. Нам опять понадобится мед. Слегка карамелизуем тыкву. За счет того, что мы нарезали небольшим кубиком тыкву, здорово, небольшим кубиком тыкву она готовится за считанные минуты. А можно еще добавить? Эту тыкву можно использовать в кашах, в различных, да, то есть, что самое главное в завтраке? Приготовить его быстро, да, вот. Ну тыкву она достаточно быстро, да, готовится, отваривается. Она уже готова. О, все, 3 секунды. А вот тыкву все равно должна нас оставаться немножечко... Слегка. Слегка. Слегка льдентом? Слегка. Да. Все. Плюс она у нас еще немного подостынет. Вкусно пахнет. Так, ну теперь нам осталось собрать наш прекрасный... Он пытается убежать. Сыр бурата. Теперь наливаем соус из облепихи. Да. В этом блюде мне нравятся цвета, да, то есть, насколько классно гармонирует каждый цвет. Теперь мы добавляем сыр. Да. Надо еще немножко постругать миндаля. Главный гость. А можно я? Постругать. Постругаю одни кости. А это только миндаль или это можно при запеке? Треский орех. Любой орех кэши очень здорово будет здесь сочетаться. Кладем сыр. Вот. Я не совсем строгаю. Теперь добавляем тыкву. Нам надо добавить в бурату рубленый миндаль, чтобы придать текстуры. Чуть-чуть. Супер. Прямо напьямо на сыр, да. Круто, круто. Все, теперь... И так знаете, как вы нас хвалите, мы просто посыпаем орехами. Листики. Базилика? Базилика, да, и немного пшеничного хлеба. Это суп, я не понимаю, что это. Это не суп, это прекрасный завтрак, который надо отломать кусочек сыра, положить на кусочек хлеба, и все это заесть прекрасным соусом из тыквы и облепихи. Так, а что мы делаем с нашим соусом, приготовленным? Поливаем непосредственно хлеб в бурату. Артем, как мы назовем это блюдо? Это интересный вопрос. Мара. Мара. Как зовет ее наш оператор? Белорусская Мара. Итак, белорусская Мара. В студии передачи «Включайся», друзья. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова